Не обсудить в это время судьбу социальной сети ВКонтакте, тем более, что вчера поздно вечером важное заявление сделал один из ключевых акционеров, собственно, их-то всего два очень крупных, Алишер Усманов, который сказал, что не нужно, чтобы обрывалась связь Дурова с социальной сетью ВКонтакте. Я уверен, что Дуров и ВКонтакте всегда будут жить вместе. Мудрый, осмотрительный Алишер Усманов. Что может значить его фраза после того, как Дуров окончательно сказал о том, что он уходит со всех руководящих постов ВКонтакте после конфликта с акционерами, прежде всего с холдингом UCP, с Ильей Щербловичем, и после ухода значительной части сотрудников. Мы обсудим эту тему с, пожалуй, главным экспертом по этой социальной сети, Николаем Кононовым, главным редактором интернет-издания «Хоббс и Фирс». Николай, вот как вы думаете, в чем может заключаться эта связь Дурова и ВКонтакте? Ну, аккаунт у него, наверное, останется. Добрый день, во-первых. Во-вторых, ну, конечно, останется, собственно, там он и опубликовал, он в смысле Дуров, свое заявление о том, что он уходит. Мне кажется, что эта фраза Усманова означает, что без Дурова, как без человека, который был продакт-менеджером и человеком, который определял развитие сети, ну, просто ей сложно будет существовать в первое время, вот. И социальная сеть – это такой организм, который развивается очень быстро, и там все нововведения, все изменения должны производиться крайне быстро. Они там в сроке исчисляются неделями, ну, максимум месяцами. Вот, поэтому все зависит от того, кто будет новым гендиректором, но в любом случае Дуров еще долго будет, видимо, консультировать их. А захочет ли Дуров консультировать нового гендиректора, если понятно, что вряд ли это будет человек дружественный Дурову, потому что вот список, шорт-лист такой, насколько я понимаю, на сегодняшний день у него составил. Это, возможно, Алексей Захаров, основатель портала «Суперджоп». Изнутри компании может прийти сын бывшего главы ВГТРК Борис Добродеев. Также люди, которые ушли из ВКонтакте, не поделив многое с Дуровым, такие как Илья Перекопский и Лев Левеев, который продал, собственно, свой пакет акций фонду ЮСИПИ. Вот сможет ли Дуров с этими людьми сотрудничать? Ну, этот шорт-лист, который вы сейчас озвучили, он достаточно эфемерный. На самом деле, человек, который настолько же глубоко и понимает такой продукт, как соцсеть, в России, в общем, один. Это Илья Широков, руководитель одноклассников, который в какой-то момент почти достали по своей аудитории ВКонтакте, и, естественно, потом опять отпустили. А все названные вами кандидатуры – это кто-то менеджер с уклоном в монетизацию, то есть с фокусом на монетизации. С хорошими связями в государстве. Откуда в этом списке взялся? Это, в общем, довольно странная такая вещь, на самом деле, мол, понятная. Но очевидно, что Дуров ушел с неплохими деньгами, которыми мы заплатили за его долю, в конфликте с фондом United Capital Partners, ЮСИПИ. Усманов поддерживал Дурова. И я не думаю, что прямо какие-то скандалы нас ждут в ближайшее время по этому поводу. Конечно, мне кажется, что Дурову, как основателю социальной сети, который, в общем, ее отец, и они с братом ее писали и придумывали, и совершенствовали, наверное, конечно, ему не хотелось бы, ну, по крайней мере, так уходить. Но, тем не менее, удалось сделать его, обставить его год довольно красиво. Но у вас есть какая-то версия, что послужило последней каплей, которая заставила Дурова написать это историческое сообщение, что он уходит со всех исполнительных постов? Это не капля, это всего лишь следствие отложенной договоренности, который не менее год, да, о том, что это такой долгий затянувшийся уход, который, в общем, программировался, который, в общем, рассматривался. То есть это было ясно сразу с прихода Щербовича и ЮСП на место Мирилашвили-Левеева еще более года назад? Что это неизбежный конец самовласти Дурова? Здесь, говоря об этой истории, нужно, мы все время выпускаем самый главный момент. Он называется Телеграм. Телеграм – это глобальный сервис, это мессенджер. И этот продукт, он рос чуть ли не на 400 тысяч пользователей в день, вот в самое ближайшее время. Сейчас я даже не знаю, возможно, он еще и быстрее растет. Но про него написали все технологические, крупнейшие технологические медиа в мире, да. Он классно растет. Он от альтернативы WhatsApp. Когда была утечка данных с WhatsApp, скандал с этим связанный, то Телеграм очень сильно вырос. И это глобальный вызов Дурова. Очевидно, что с ВКонтакте он, который мало того, что социальная сеть общего профиля, так еще и специфически российская. Что с этим продуктом ему на мировом рынке делать нечего. А с Телеграмом совершенно другая история. Телеграм, он абсолютно интернациональный, он очень быстрый, и он попал в тренд. И с ним все, в общем, реально. Мировой успех с ним реальный. И мне кажется, что вот этот момент, на самом деле, самый важный. В выборе, который, возможно, был у Павла Дурова, это вот был самый тяжелый гир, который был на этих весах. То есть он не мог совмещать ВКонтакте и Телеграм, правильно? И коли там возник конфликт, он решил полностью переключиться на Телеграм и найти себе новую любовь, что называется. Ну, еще проще. Есть возможность глобального успеха. А есть при этом старый продукт, любимый, так сказать, тот, на котором ты долго работал, страдал и так далее. Вот. Но, конечно, без боя отступать, это как бы не похоже на Дурова. Но при этом он понимал, что перспектива для него в данный момент была не во ВКонтакте, а в Телеграме. Да, Николай, а вот многие сегодня интернет-аналитики, они высказывают такое предположение, что в России, поскольку вообще все очень завязано на личности, тем более продукты такие персонализованные, что после ухода Дурова и прихода, в общем, достаточно бизнес-ориентированных людей, ВКонтакте ждет судьба, скажем, некогда гремевшего ICQ. Вот когда уходят основатели, приходят нормальные инвесторы, что-то, какая-то нота, оркестр начинает играть не так, и этот продукт, он куда-то в небытие остается только на страницах учебников. Может ли это произойти с ВКонтактом после того, как там будут просто вот такие, ну, менеджеры? Надо посмотреть на то, кто будет новый гендиректор, какие у него будут полномочия, кто будет заниматься продуктом. Это очень важно, потому что если акционеры каким-то образом придут договорятся и поймут, что главное для них стратегическое развитие конкретно продукта, а вовсе не монетизация, да, что они могут сфокусироваться на монетизации, но при этом самим продуктом будут происходить вещи, которые только оттолкнут пользователей. Так вот, если они на это все-таки сделают акцент, то они вполне могут нанять человека, который может развивать продукты. То есть совершенно не обязательно, что ВКонтакте превратится в ICQ и так далее. Даже другое интересно, что вот есть другое такое опасение, да, все, что касается личных данных пользователей и доступа разных контролирующих органов к ним. принято считать, что людей-то волнует, а на самом деле людей-то не очень волнует. Вот, а я имею в виду пользователей. Вот. Поэтому, в общем, какие-то риски с этим связаны и есть, но нельзя сказать, что вот сейчас я прямо однозначно вижу какие-то признаки, что ВКонтакте возьмет и превратится, как Чернобыль его закроет саркофагом, и он там будет где-то дотлевать. Да, спасибо большое. Это был Николай Конов, главный редактор журнала «Хоупс и Фирс». О возможной дальнейшей...